Здравствуйте! На канале Буктовая большие вечерние новости. В студии Виктория Нечаева. Будни позади, самое время узнать о ключевых событиях недели. Авторы репортажей расскажут о том, что волновало жителей областного центра в эти семь дней, какие решения были приняты, какие инициативы были начаты. Сегодня в выпуске. Трагические страницы истории не могут оставить равнодушными. Это боль всего народа, чьи сыновья, мужья и отцы были вынуждены взять в руки оружие. 30-летие вывода советского контингента войск из Афганистана, День памяти воинов-интернационалистов, Брест отметил масштабными мероприятиями. Новый год – новый этап развития отношений в рамках безвизового режима. На протяжении трех дней в Бресте с рабочим ознакомительным визитом находится группа руководителей туристических фирм Польши. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет о планах и перспективах. Евросоюз планирует заключить соглашение с белорусской стороной на реализацию финансовой программы с бюджетом в 15 миллионов евро, из которых 10 пойдут на гранты для Брестской и Гродненской областей. В Брестском регионе с рабочим визитом находился руководитель отдела программ сотрудничества представительства Европейского союза в Республике Беларусь Берен де Грод. Об этом и еще о многом актуальном и важном прямо сейчас. Дата, вписанная особым цветом в календарь белорусов. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. С тех пор прошло уже 30 лет, но время невластно над воспоминаниями тех, кому довелось пройти через страшное испытание войной над солдатами и офицерами, исполнявшими свой интернациональный долг, а также их женами, матерями и детьми. В боевых действиях на территории Демократической Республики Афганистан приняли участие около полутора тысяч брещан, которые показали на полях сражений образец высокой стойкости, мужества и отваги. На деле доказали верность присяге. Ежегодно символичную дату 15 февраля в городе над Бугом вспоминают ушедших солдат и офицеров. Те трагические события 80-х оставили глубокий след в истории белорусского народа и отдельных семей. Более одной тысячи матерей, дочерей, жен и невест Брещины жили в постоянном страхе, а вдруг придет похоронка. Каково это получить такое известие на мужа, брата, сына? Каково это днями, неделями, месяцами ждать писем с фронта и так и не дождаться? В пламени Афгана оставили своей жизни порядка 800 белорусов. Около 127 Брещины потеряли любимых мужчин. Мы чтим память. Не только мы, но приходят другие люди, военные, власти города, ну и представители разных организаций. Вот. Мы очень им благодарны, что они вместе с нами в этот день приходят сюда. Ушел служить со скамьи студенческой. Тогда было время забирали после второго курса строительного института. Вот. Правда, не весь период. Ну, лежал в Бресте в госпитале и дослуживал уже потом в Союзе, тоже в Туркво, но уже с этой стороны речки. Конечно, вспоминается, но как-то немного притухает, но рады, что уже есть дети, внуки. На ежегодном митинге, посвященном Дню памяти воинов-интернационалистов, накануне собрались сотни брещан. Цветы возлагали большими колоннами. Участники военных действий, боевые товарищи, кадровые офицеры, матери, вдовы, дети погибших. Испытание 30-летней давности ими уже давно пройдено, но боль в сердце не стихает. До сих пор события 80-х не получили однозначной оценки. Но для Беларуси каждый, кто воевал, человек, добросовестно выполнивший свой гражданский долг. Любая война, она носит, конечно, характер и защиты. И в то же время является той площадкой, на которой испытываются люди на предмет патриотизма, верности своему воинскому долгу, верности своей родине. С членами областных организаций Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане накануне 15 февраля встретился председатель Брестского облсполкома Анатолий Лиз. Встреча – дань памяти тем, кто так и не вернулся домой. И, конечно, тем, кто прошел через горнило Афганистана, пребывал в нечеловеческих условиях, но остался человеком. По традиции, губернатор региона вручил государственные награды – юбилейные медали. Я не знаю, видели ли вы фильм «Ненастия». Он четко говорит, когда закончилась эта война, когда они пришли, развал Союза, они не нужны. Многие себя не нашли, конечно. И это четко показало вот этот фильм. Так и у нас. У нас 4823 по области числица афганца, в организации всего лишь 2495. То есть, понимаете, где-то половина. А должно быть больше. Стараемся общаться между собой. Это главное, наверное, поддержать вовремя друг друга. Есть люди, которые потерялись где-то в жизни. Неслучайно среди приглашенных – депутаты, работники системы образования и здравоохранения. На встрече были затронуты вопросы поддержки участника войны в Афганистане, в их числе медицинское обслуживание. Председатель Брестского облсполкома дал поручение определить его порядок в поликлиниках для воинов-интернационалистов. Эти списки, они должны быть, чтобы он не искал, не хотел и так далее. Чтобы этот список был отдельно, значит, как у ветеранов великие, естественно, так и эти. Здесь по этой категории нет проблем. И он пришел, его записывают вне очереди. Не обязательно, чтобы он инвалидом был, а участником. Тоже надо продумать, чтобы это не просто кто пришел, сказал, фамилию назвал, а чтобы это узаконено, чтобы это были списки. В первую очередь, те, которые, допустим, часто нужно посещать. Нуждающиеся в помощи интернационалисты не остаются наедине со своими проблемами. Словом, первоочередные внимание, забота и поддержка оказывается не только им, но и семьям погибших. В Брестском горосполкоме состоялся прием матерей и вдов. О горьких уроках войны не говорили. Решали бытовые вопросы. В центре внимания медицинское и социальное обеспечение, вопросы благоустройства и транспортной инфраструктуры. Оказание поддержки всегда успешно выполняется. Но есть те личные просьбы, которые мэр города берет под личный контроль. 25 лет жена не может уехать и посмотреть могилу своего супруга. Наверное, это наша нравственная задача сейчас найти средства, оплатить этот перелет, чтобы она могла слетать в этот далекий Бешкек, привести в порядок эту могилу. Это правильно. В этом, в том числе, тоже итог вот таких встреч, точные какие-то проекты. Мы в прошлом году договорились отправить их централизованно на экскурсию по Брестской области в Санкт-Петербург. То есть им это важно, им это нужно. И наша задача эту работу делать системой. Мероприятия, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана, проходили ежедневно. Воины-интернационалисты, частые гости в учебных заведениях и постоянные инициаторы различных патриотических мероприятий. По сути, есть два основных направления их работы. Поддержка друг друга и семей погибших, а также воспитание молодежи. В самых разных формах классные часы, спортивные проекты, работа вне школ. В парке воинов-интернационалистов состоялся спортивный праздник среди военно-патриотических классов учреждения образования Московского района Бреста. Собрались представители кадетских классов школ Московского района города Бреста. Эти дети, как никто другой, знают, что такое военная служба. Их же об этом, им рассказывают, их готовят к этому. Этот праздник сегодняшний, мы не столько ради того, чтобы собрать детишек, потому что дань памяти, все, что мы можем таким образом детей привлечь, и чтобы они помнили, что есть такой парк, что в нем построена замечательная память, которая свидетельствует о том, что мы имеем возможность собираться не только на 15 февраля. Сегодня, спустя 30 лет, про Афган помнят. И не только участники. В Бресте в честь воинов-интернационалистов названы парк и улица. 13-й школе присвоено имя Валерия Хована, нашего земляка, который героически погиб в ходе боевых действий в Афганистане. Виктория Нечаева, Павел Малошонок и Доран Букунович, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Афганистан. Суровые будни, бессонные ночи, каждый день на волоске судьбы. Когда надеяться остается только на Бога. А вшитый в китель крестик, подаренный мамой перед уходом на войну, словно талисман, который давал веру, силу и жажду дойти до конца и вернуться домой. До сих пор в эти непростые воспоминания, словно кинжал, поражают сердца солдат Афганистана. Тех, кто был там, кто каждый день терял товарищей по оружию, но не сдавался, оставаясь верным уставу. Воины-афганцы. Они ушли выполнять интернациональный долг, оставаясь верными воинской чести и присяге. Дни бегут, убегают, спешат. Незаметно летит наше время. Невозможно вернуть всех назад, сбросив с плеч домашнее время. Мы оставили лучших друзей за пределами нашей отчизны. Ну давай, брат, по третьей налей и споем о нашей той жизни. О той непростой жизни, которая ожидала молодых ребят, поколение Владимира Цибаева даже не подозревало. Вот ветераны Великой Отечественной войны. Пример мужества, отваги, храбрости. Солдаты 40-х отстояли мир такой ценой, что, казалось, не придется больше брать в руки оружие. Однако судьба распорядилась иначе. Молодой офицер-вертолетчик в один день сменил рядовые вылеты в Германии на трудную службу в горах и пустынях, когда в сложных условиях ему приходилось сопровождать колонны техники, доставлять гуманитарную помощь, следить за обстановкой на местности сверху. На счету офицера 385 боевых вылетов. Если вот спросишь, было ли вам страшно на войне, я скажу, что страшно. Ну, знаете, человек привыкает ко всему. Вот первые 2-3 месяца ты как бы боялся всего, остерегался, осматривался. А потом человек ко всему привыкает, и уже идешь вот и вылетаешь куда-то там на задание, как это обычно твоя работа, как будто на машине куда-то поехал там в дальний рейс. А вот только это бывает на высоте, вот и сверху там все видно, где там поле боя, где разрывы, где кто бежит. Черно-белые снимки – эпизоды той большой жизни, которую пришлось пройти Владимиру Цыбаеву за годы службы в Афганистане. Да, тогда за эти фотографии могли строго наказать. Однако только эти небольшие карточки сохранили образы друзей, которые навечно остались солдатами той войны. Сейчас, конечно, вот особенно мы вспоминаем такие вот даты своих друзей, с кем мы не смогли дойти до конца. Вот у меня был друг Сергей Синько, с которым я начинал летать в небе Германии лейтенантами, там старшими лейтенантами, капитанами. Потом была война, и потом он погиб как раз на старый Новый год, 13 января 1986 года в горах Подгазни. Ветераны войны в Афганистане – это в первую очередь сильные мужчины, которым пришлось немало повидать на своем веку, на войне. А после вернуться и начинать жить, держа в груди боль утрат, по привычке просыпаясь по ночам от каждого скрипа или постороннего звука. И лишь иногда они роняют скупую слезу, вспоминая о прошлом, а все, что таится в душе, воплощают в стихах и песнях. И кто в февральский день придет, в холодный парк, в мемориальный, положит парочку гвоздик, Патупе взор в обелисках, Горянет в небо салют крик, И облака проплывают низко, Скупой абзац газетных строк Напомнит миру нашу дату, И вновь забудут тут урок, В Афгане заданы солдаты. Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Говорим о главных событиях Бреста. Новый год и новый этап развития отношений в рамках безвизового режима. На протяжении трех дней в Бресте с рабочим ознакомительным визитом находится группа руководителей туристических фирм Польши. В рамках поездки представители сферы посетят крупные культурные и исторические объекты Бреста, познакомятся с экономическим потенциалом города над Бугом. Конечно же, эта поездка должна стать очередным шагом на пути развития безвизового туризма. Как показали цифры статистики, чуть более 70% от общего числа иностранных гостей, посетивших областной центр по специальному режиму в 2018-м – поляки. Накануне первая встреча в рамках поездки состоялась в Брестском горосполкоме. Знакомительная поездка в туристско-рекреационную зону Брест для представителей туристических фирм Польши началась с большой рабочей встречи, которую открыл мэр города Александр Рогачук. Глава исполкома поблагодарил зарубежных гостей за интерес к региону, а также отметил значимость визита в областной центр в год миллениума. В процессе подготовки к торжеству город кардинально преобразился. Сегодня здесь возводятся крупные инфраструктурные объекты, поэтому большой день рождения Брест встретит во всей красе. 2019 год будет насыщенным на мероприятия, а потому здесь есть, что предложить иностранному туристу. Мы очень благодарны главе государства, который с 1 января ввел в нашем городе, в этой зоне Брест, безвизовый статус. Почему? Потому что все больше и больше людей приезжает в наш город, узнают ее, открывают по-новому. И вот эти 18,5 тысяч человек тому подтверждение. Есть хороший у нас ориентир, к чему стремиться. Это те показатели, которые город Гродно, они выше. Поэтому на этот год мы хотим утроить этот показатель. Но в чем еще прелесть вообще-то, в принципе, безвизового режима? Вы должны понимать, что мы проводим серьезные международные фестивали. Возьмите байк-фестиваль, да. Сколько раньше было проблем с прибытием наших уважаемых гостей из Европы? Теперь никаких вопросов не возникает. Спортивные мероприятия, какие-то контакты на уровне школ, на уровне каких-то предприятий. Это все существенно облегчает эти коммуникации. 2018 год положил начало новому этапу развития международных контактов. Первые безвизовые туристы посетили Брест уже 1 января. Стоит отметить, что подготовка к этой встрече велась основательная. Сегодня есть все основания говорить о том, что в областном центре создана централизованная сеть, которая позволяет предоставить гостю полный комплекс услуг на весь период пребывания. Например, на базе гостиничного комплекса «Интурист», где функционирует целый туристко-информационный центр. В нашем комплексе имеется гостиница, также есть свой собственный транспорт, так что туристам очень удобно. Одним из услуг, которые они приезжают по безвизуемому въезду, это проживание. И чаще всего заказывают экскурсию по городу Бресту. Это как вторая услуга, которая пользуется спросом. Интерес к работе с польскими коллегами у сотрудников «Интуриста» есть. Комплекс уже работает с несколькими туристическими компаниями Польши. Сегодня развивать этот сегмент услуг нужно только продолжать. У нас есть сотрудник, который разговаривает на польском языке. У нас есть договор о сотрудничестве с польскими фирмами, с польской фирмой туристической «Свладавы», называется «Немо». Мы плодотворно сотрудничаем. Проанализировав прошлогодний, скажем так, интерес среди всех посетивших Брестскую область, граждане Польши у нас занимают практически 70%. И понимая это, мы сегодня как раз-то и проводим такой рекламный тур для того, чтобы именно представители туристических предприятий польской стороны увидели еще то, что, может быть, они не знают. Чтобы сюда поехали более организованно и более заинтересованно. Развитая сеть культурных и социальных учреждений, большие спортивные мероприятия и праздники, медицинский туризм – все это Брестская сторона может предложить коллегам из Польши. Особенно иностранных гостей заинтересовал план мероприятий празднования тысячелетия, озвученный в рамках встречи. Он может стать хорошей основой для развития сотрудничества. В настоящий момент мероприятия по тысячелетию уже идут. В этом году мы и день города, и день освобождения одно другому не мешают. Мы будем проводить и ночной концерт 27 июля. Мы будем проводить другие мероприятия до день освобождения. Естественно, самое пиковое мероприятие – это сентябрьские мероприятия, посвященные тысячелетию. Мы планируем и прогнозируем большой наплыв туристов, и гостиницы будут заняты не только лишь в городе Бресте, но и вокруг все агроусадьбы, ну и, соответственно, и квартиры, которые люди сдают как форму своего бизнеса. Брест и его истории интересны польской стороне, особенно приграничным городам. Однако, открывая для себя областной центр, заинтересованы представители центральной части Польши. Побывав здесь однажды, им хочется сюда вернуться еще раз. Мы работаем вместе, это белорусский дом. Такое, можно сказать, сотрудничество с Беларусь. Мы приглашаем много детей, и я бы хотел развивать наши отношения между Польшей и Белоруссией. Я думаю, что это очень важно для развития наших контактов. Я теперь тоже изучаю белорусский язык, чтобы дать вам большой респект. Ознакомительная поездка представителей 22 туристических фирм Польши рассчитана на три дня. В рамках маршрута они смогут ознакомиться с самыми яркими и необычными достопримечательностями региона. К другим темам. Самые обаятельные и привлекательные, вместе с тем успешные и суперактивные. Ими гордятся, их ставят в пример, иногда им завидуют. Женщин года брещены чествовали в областном центре на днях. На вершине оказались десятки прекрасных дам. Среди обладательниц почетного звания, представительницы самых разных возрастов и профессий. Они дарят жизни, учат детей, совершают научные открытия, руководят коллективами и даже возрождают село. На подведении результатов ежегодного конкурса Белорусского союза женщин, который, к слову, проводится уже в 11-й раз, побывала наша съемочная группа. Лидерство и успешное руководство, материнская слава, духовность и культура, хозяйка села, активная жизненная позиция. Всего пять номинаций и несколько десятков обладательниц почетного статуса. Роль прекрасных дам в современной жизни не сводится к словам «дети», «быт», «домохозяйка». В женских руках сегодня действительно многое. Учительские указки, юридические документы, медицинские перчатки, скальпели, отчеты и доклады. В нашей Брестской области, в Белорусском союзе женщин, более 25 тысяч женщин. Поэтому нас много, но среди нас есть также самые яркие личности, лидеры. Это женщины, которые все под силу. Сегодня женщина лидер, сегодня женщина в селе на поле, но она руководит фермерским хозяйством. Сегодня женщина мама, дети, которых добиваются успехов во всех сферах. В номинации, которая по списку первая, лидерство и успешное руководство, отмечена пинчанка Татьяна Лугина. Она возглавляет общество с ограниченной ответственностью Полесье. Ее деловой хватке и умению вести за собой весь коллектив позавидовал бы любой мужчина. Успешный лидер, активный депутат и просто счастливая женщина. Эта номинация, она будет являться еще одним мотивационным толчком, идеологическим, психологическим мотивом, что все-таки есть куда идти дальше, что твой труд все равно видят. Он не просто так, что цифра не получилась и тебе уже не дали на хозактиве грамоту. Что все-таки в государстве все справедливо и твой труд видят. Всех дам, собравшихся в концертном зале областного центра молодежного творчества, объединяет не только любовь к своему делу и профессионализм, но и, конечно, семейные ценности. Диплом первой степени в номинации «Материнская слава» присвоен ветерану труда Янине Ващук за воспитание сына, сегодня известного под сценическим псевдонимом Тео. Он прославил Брещину далеко за пределами Беларуси. А о годах в «Союзе женщин» Янина Ващук вспоминает с большой ностальгией. Это было настолько интересно. Женщины здесь, именно в первичках, они решали все свои вопросы. Все какие-то вот такие вопросы, которые могли решить, именно женщины выносили на суд в этот маленький, небольшой женский круг. Поднимались все и актуальные вопросы, где-то из семейного, личного характера. Поэтому это было здорово. Победители областного этапа будут представлять Брещину на уровне республики. Для Брестской области всегда было характерно, что женщины, руководители сельхозпредприятий, это руководители больших промышленных предприятий в ряде регионов, это те женщины, которые взяли на себя руководство большими коллективами и привели эти коллективы к успеху. Ну и, конечно, традиционно, женщины, которые воздравляют в социальную сферу. Я думаю, что гендерное равенство нашей области, это даже в пользу женской половины, потому что условия всегда создаются замечательные. Но самое главное, мы всегда будем поддерживать все-таки женщину, мать, многодетных наших матерей. Все-таки основное предназначение женщины – рожать и воспитывать достойных граждан нашей страны. Виктория Нечаева, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. В Брестском регионе с рабочим визитом на текущей неделе находился руководитель отдела программ сотрудничества представительства Европейского Союза в Республике Беларусь Берен де Грот. В рамках поездки дипломат ознакомился с проектами, реализуемыми в областном центре в рамках международных программ, для того, чтобы определить направление сотрудничества на ближайшее будущее. До конца года представители Европейского Союза планируют заключить соглашение с белорусской стороной на реализацию финансовой программы с бюджетом в 15 миллионов евро, из которых 10 пойдут на гранты для Брестской и Гродненской областей. В рамках поездки Берен де Грот провел ряд встреч с руководителями заинтересованных предприятий и организаций. Анастасия Ноздрин-Платницкая продолжит тему. Визит в Брест Берен де Грот был инициирован европейской стороной. Сегодня программы финансовой поддержки в регионе реализуются довольно успешно, что позволяет говорить о том, что сотрудничество здесь будет реализовываться с большей долей эффективности. Потенциальных тем для проектов достаточно много. Для европейской стороны важно обозначить приоритетные вопросы, которые требуют решения в ближайшее время. Я сегодня в Бресте с очень важной, на наш взгляд, миссией – познакомиться с опытом работы ваших организаций и их форматом сотрудничества с европейскими странами. Очень важно перед началом чего-то нового посмотреть, какой опыт уже есть и что нужно для активного взаимодействия. Мы хотим развивать более стратегический подход в работе, чтобы наши инициативы имели перспективу. Активное развитие взаимоотношений Беларуси и стран Европейского Союза в рамках финансовых программ началось на рубеже 2000-х. С тех пор в статусе заявителей и партнеров по развитию проектов в сфере экологии, туризма, энергоэффективности и ресурсозамещения выступали как крупные, так и небольшие организации города. При финансовой поддержке Евросоюза строились комплексы по переработке, утилизации отходов, развивалась материально-техническая база предприятий и медицинских учреждений. Сегодня брестские партнеры международных программ имеют авторитет и доверие, а потому с ними хотят работать, с ними видят перспективу. Например, областное управление МЧС. Хотя структура имеет бюджетное финансирование, решения отдельных вопросов реализуются через грантовую поддержку. Это не только позволяет рационально использовать выделяемые государством средства, но и развивать международное сотрудничество с аналогичными службами приграничья. Конечно, наш опыт это уже, допустим, если брать программы трансграничного сотрудничества, мы принимали участие в трех программах. Всего программе трансграничного сотрудничества 15 лет в этом году, мы прошедшем в 2018-м отмечали. Именно в трех программах мы принимали участие, ну, наверное, самое важное, как заявители. То есть есть организации, которые как партнеры у польской стороны принимали участие, Но в каждой из программ мы были заявителями и, соответственно, реализовывали успешно проект. Ну и вот в третьей программе мы дошли до того, что реализовываем большой инфраструктурный проект. Вопросы экологии и энергоэффективности сегодня в числе приоритетных в рамках грантовых программ. Именно поэтому Беринда Дегроотто особенно заинтересовала работа Брестского мусороперерабатывающего завода. Важно, очистка выработанного биогаза только в 2018 году составила более 6,5 миллионов кубометров биогаза. Из общего объема было получено более 12 миллионов киловатт электроэнергии. Переработка отходов здесь идет по двум блокам. Работа с осадками, илом и твердыми бытовыми отходами. К слову, последним. Особенно актуально развиваются программы по раздельному сбору мусора, к чему людей стимулируют и идеологически, через социальную рекламу, и финансово. Сдав отходы на утилизацию, человек может получить денежную компенсацию. Сейчас мы планируем все-таки организовать раздельный сбор не только, который существует, это стекла, пластика и бумаги. А также хотим, чтобы и органические отходы, то есть биоотходы, население собирало раздельно. Мы пытаемся работать с нашими коллегами из Евросоюза о том, чтобы у нас построить цех автоматической загрузки этих биоотходов. Для этого нам надо, конечно же, отдельные контейнеры, чтобы стояли по городу. Это должен быть специальный автомобиль, который будет собирать данный вид отходов. И уже, конечно же, автоматически производится будет загрузка для выработки дополнительного количества биогаза. Еще один перспективный объект, который уже выходит на финишную прямую – реконструкция честных сооружений. Вопрос модернизации комплекса находится на особом контроле у руководства города. Неприятный запах, который раньше встречал туристов, приезжавших в областной центр из Европы, теперь сошел практически на нет. Объект включен в план мероприятий к тысячелетию и планируется к вводу уже в 2019-м. На сегодняшний день закончена реконструкция двух первичных отстойников, которые полностью уже, мы видим, накрыты покрытием. Завершена реконструкция еще одного отстойника, строительно-монтажной работы. Осталось только накрыть его. Ведется работа по реконструкции следующих первичных отстойников. Предприятие по переработке – особый блок энергоэффективной деятельности, поэтому в плане посещения Беринда-де-Грота были и переоборудованные котельные. Следующая встреча в областном центре иностранных партнеров запланирована на март. В рамках мероприятия будут определены приоритетные проекты и обозначен формат взаимодействия. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Продолжаем выпуск. Педагоги-новаторы, идейные вдохновители, лидеры – те, кто сеет вечное и разумное. Ежедневно они стоят у доски, закладывая в детях не только знания и навыки, но и многие принципы и черты характера. Словом, тот код, расшифровав который ребенок становится полноценной и развитой личностью. Воспитатели и учителя Ленинского района Бреста, чьи дети – призеры Олимпиады, победители различных конкурсов и проектов, получили свои награды за вклад в развитие образования и, конечно, воспитание подрастающего поколения. Педагогический Олимп – ежегодный районный конкурс. Его итоги подвели на текущей неделе. А значит, сейчас мы узнаем победителей – те учреждения, которым присвоен почетный статус. Лучшие учреждения образования Ленинского района Бреста. Конкурс «Педагогический Олимп» – традиция. В 2018-м в нем приняло участие 14 учреждений общего среднего образования и два учебно-педагогических комплекса. Деятельность заведения оценивалась сразу по 14 критериям – от оснащенности образовательного процесса до внедрения новых форм работы. По каждой из позиций были выставлены баллы. Но «Педагогический Олимп» – это именно тот проект, где проигравших нет, есть выигравшие в различных номинациях и победители, отмеченные как лучшие учреждения образования Ленинского района. Мотивация тут, конечно, тоже имеется, потому что школа, которая получила диплом первой степени, она, кроме того памятного приза, еще получит и сертификат на оборудование школьное. Это определенная планка, которую должны достичь каждое из учреждений образования по своему направлению деятельности. И, конечно, она нацеливает и направляет на достижение более качественной работы и более высоких результатов. За каждой почетной наградой и ценным подарком – история человека и его многолетнего труда. Что чувствуют лидеры? Команда первой гимназии на пьедестале победителей уже третий год подряд, а потому скромничают и от интервью элегантно отказываются. Также первую строчку в рейтинге заняла команда единомышленников Яслисада номер 51 города Бреста. Для них это также не первый опыт. Коллектив уже оказывался на Олимпе, правда, тогда покорили республиканский. Это был 2014 год и первое место. А значит и признание лучших в Беларуси. Мы делаем все возможное, чтобы с детьми работали очень высокопрофессиональные кадры. Для этого мы нацеливаем их на повышение квалификации, на самообразование, на переподготовку. Сегодня в дошкольном учреждении более 80% имеют первую и высшую квалификационную категорию. Нет педагогов, у которых не было бы квалификационной категории. Мы работаем не за награды, мы работаем так, чтобы было комфортно детям нашим, чтобы довольны были родители. Выполняем социальный заказ государства, но стараемся выполнять на высоком уровне. И хотя на импровизированном Олимпе только руководители, победа – это заслуга всего педагогического коллектива. Только сильная сплоченная команда единомышленников является фундаментом, на котором строится прочная педагогическая система, благодаря которой район и город может по праву гордиться теми, кто пишет летопись современной Беларуси. А награды, безусловно, нужны для того, чтобы вдохновляться и вдохновлять других на новое совершение. Которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67, мы вас услышим. А прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. Февраль в этом году вовсе не так уж плохо, но скорее бы март. Мне кажется, что в феврале специально 28 дней, чтобы весна пришла как можно скорее. Я, Виктория Нечаева, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 18 февраля погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладном воздухе северных широт. На Брещене сохранится влияние теплых воздушных масс. В Бресте день понедельника пройдет без осадков. Ночью и утром местами туман на дорогах гололедится. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью плюс 2-4 градуса, максимальная днем 6 со знаком плюс. Редактор субтитров А.Семкин